О развитии рыбного хозяйства в Солдата Александровском заговорили еще в начале 90-х. Реализовать планы получилось только к концу десятилетия, когда заработала краевая программа поддержки казачьих фермерских хозяйств. Люди за моей спиной знают настоящий толк в рыбной ловле. Здесь можно увидеть сразу несколько видов чешуйчатых и даже японского коэ. Эта золотая рыбка при рождении имеет темный цвет. Отсюда и второе название – черный сазан. Здесь он соседствует с толстолобиком, карпом, амуром и другими рыбами. Многие из них достигают веса в 10 килограммов, но пока они не больше ладошки. Геннадий Георгиевич работает в хозяйстве почти 20 лет и знает, главное для рыбы – чтобы вода была подходящая. Рыбья вода должна быть непрозрачной. Если ладонь опустили мы на 30 сантиметров в воду, простите, пожалуйста, то она должна не просматриваться, а в мареве быть. Рука. А если рука смотрится, это значит, она не рыбья. Там ничего покушать, рыбы нет. Здесь проходит перезимовка. Дальше мальки отправляются кто на доращивание, а кто на реализацию. Поддержка краевого правительства сопровождает хозяйство и на этапе перевозки. Казакам выделяют средства на покупку автомобилей и топлива для них. Большая заслуга наших краевых лосей, они нам выделили деньги, мы их освоили. Ежегодно хозяйство выращивает до 100 тонн рыбопосадочного материала и не меньше 500 тонн товарной рыбы. Вырученных денег хватает не только на обеспечение хозяйства. Четыре года назад в солдатах Александровском появились кадетские казачьи классы. Когда это случилось, Рома Крец был пятиклассником. Сюда его не вели за ручку, говорит ученик. Выбор сделал сам. Говорю, сюда никого не заставляли. По собственному желанию сюда приходили. Я хотел и сюда пришел. Одноклассники Рома углубленно изучают историю православной культуры и казачества. Поездки на различные конкурсы и соревнования стали возможны для кадетов с получением пассажирской газели и микроавтобуса. Приобрести этот транспорт казакам помогло краевое правительство. В районной школе села Солдата Александровского казаки-кадеты давно стали примером для остальных школьников. Вот это самый лучший класс. Образцом для самого Романа стал его прадед, который героически пал в Великую Отечественную. До того, как он погиб, он уничтожил 27 фашистов. То есть, как не гордиться таким дедушкам? Гордиться своей семьей и Отечеством учат казачат с самого детства. Рома Крец и его одноклассники рады успеху соотечественников в рыбном деле. Сейчас их продукцию можно найти на рынках Кавминвод и в Зеленокумске. В Ставрополь пока приезжают на ярмарки выходного дня. В дальнейшем казаки намерены увеличивать производство. И тогда поставки в Ставрополь могут стать более регулярными. Анастасия Романова, Роман Солодовников и Иван Дуцунов. АТВ Ставрополь.